Сегодня красноярские предприниматели провели акцию против переноса павильонов. В этом году принято решение о демонтаже временных сооружений, которые расположены на первой линии главных городских магистралей. Чего требуют предприниматели и что им могут предложить власти, Красноярская узнала Анна Московских. Предлагаем изменить нормативные акты администрации и оставить всех на своих местах. Все за! Сотни предпринимателей на Красной площади Красноярска требуют сохранить за ними наработанные места. В этом году в связи с ремонтом основных магистралей и благоустройством города в администрации приняли решение о демонтаже временных конструкций с улиц Карла Маркса, партизана Железняка, проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» и других. Претензии к павильонщикам и со стороны властей, и со стороны горожан были в том, что, дескать, и антисанитарию разводят, и единый облик городских улиц не позволяют создать. Предприниматели с остановки Перенсона подготовили проект по рекомендации главы города Красноярска. Его согласовали, а через две недели предприниматели получили уведомление о сносе павильонов. И нас, конечно же, такая ситуация возмущает. Никто на это не может дать никакого ответа. Администрация планирует убрать все павильоны, которые вдоль дорог, а это большое количество жителей города Красноярска, это порядка 30 тысяч. Также предприниматели утверждают, у многих из них подведена вода и канализация. А что касается отсутствия благоустройства, коммерсанты говорят, что заняться этим не позволяют слишком короткие сроки аренды. В администрации отвечают, понимают нежелание людей сниматься с натяженных мест, но все же интересы целого города нужно ставить выше собственных. Глава самого большого советского района Владислав Логинов отмечает, всем предпринимателям предлагают компенсационные места. Сохраняются те компенсационные места, которые мы предлагаем. Это улица Авиаторов, это микрорайон Солнечный, где сегодня более 400 мест у нас подготовлено, и мы предлагаем предпринимателям. С предпринимательским сообществом ведем переговоры. Дальше даже рассматривается вопрос о неких компенсационных финансовых мерах поддержки для предпринимателей. Большинство договоров сейчас у субъектов малого бизнеса, у владельцев вот этих временных сооружений до 1 января 2018 года, то на компенсационных местах мы предлагаем как минимум это 7 лет. Один из тех, кто согласился на предложение администрации и переехал, Сияву Шиманов. Он перенес свой павильон с улицы Копылова на Ладоке Цхавеле. А еще смог объединить предпринимателей в советском районе и совместно организовать на улице 9 мая вместо разномастных киосков единое торговое пространство. Я слова Сократа скажу. Кто хочет, находит решение, а кто не хочет, ищет причину. То есть жизнь такая, что мы идем вперед. В 21 веке живем. Надо пристраиваться, надо новое, современное делать. Не хотят работать. Если живу на старом Запорожье, буду ездить. На новых и на марки не хочу ездить. Вот такая получается ситуация. Я понимаю, тяжело. Тяжело, например, на Керестраве. Для предпринимателей, которым придет уведомление о демонтаже павильона, с понедельника 29 мая начнет работать горячая линия. Задать все интересующие вопросы владельцы павильонов смогут по телефону 276-36-00. Анна Московских, Алексей Гусев. Новости. Сегодня ситуацию с демонтажом павильонов прокомментировал глава Красноярска Тхамак Булатов. Вот что он сказал. Мы исходим из того, что мы должны в партнерстве с предпринимательским сообществом работать. У нас есть в городе достаточно много мест, где есть потребность во временных сооружениях. В торговых сооружениях, которые позволяют оказывать какие-то услуги. И я хочу сказать, что из 450 объектов, которые попали в зону производства работ, уже владельцы 100 объектов вышли с нами в переговоры в отношении размещения на компенсационных местах. Субтитры создавал DimaTorzok